Ну и так, Владимир Зеленский займет кресло президента Украины. Он одержал уверенную победу во втором туре, набрав втрое больше голосов, чем его оппонент Порошенко. Тот признал поражение и поздравил победителя, который пока еще толком и не рассказал, чем же займется на посту. О первых заявлениях после выборов Антон Подковенко. Зеленский это теперь серьезно. Вот каким был последний отсчет перед закрытием избирательных участков. Конфетти, аплодисменты и речь, как на вручении Оскара. Мы это сделали вместе. Сейчас не будет никакого пафоса, я просто хочу сказать спасибо своим родителям за поддержку, что они это пережили. Моей жене за силу и выдержку. Посмотрите, мы снимали этот ролик. Это не монтаж, это не фейк. Посмотрите, какой сектор. 73. Это номер сектора на стадионе Олимпийский, где снимали предвыборный ролик кандидата Зе, где были дебаты. И 73% полученных им голосов по предварительным итогам, что на самом деле мало кого удивило. Разгромный счет при значительной явке на глазах тысяч международных наблюдателей. Это действительно разгром сегодняшнего режима. Приговор не только уходящему президенту, который стал для страны президентом войны и бедности, но и всему режиму, в том числе и парламенту, который превратился в националистическую такую угрозу для страны. Это приговор правительству, которое не решило ни одного экономической проблемы украинцев и сделало их еще более нищими. Поэтому я считаю, что это закономерный итог, пятилетнее пребывание уходящего президента власти. И он получил то, что достоин. На один из главных вопросов на своей первой пресс-конференции, заданный на русском, Зеленский по-русски и ответил. Мы будем действовать в любом случае в нормандском формате. Будем продолжать минский процесс. Мы будем его перезагружать. Я считаю, что там, я думаю, что у нас будут замены кадровые. Естественно, для нас сейчас задача, я считаю, номер один вернуть наших всех заключенных. Я общался с родителями, с матерями наших моряков. В общем, я сделаю все, чтобы их вернуть. Я не могу вам обещать, но я сделаю все, чтобы вернуть наших ребят домой. Владимир Зеленский создал образ несистемного, энергичного кандидата, который выступает против провалившейся, погрязшей в коррупции, в кавычках, элиты. Избиратель ждет конкретных действий. Он столкнется с теми проблемами, которые не решил сам Порошенко. Это вопрос восстановления суверенитета, чтобы никто не управлял государством. Американцы сказали, мы сюда пришли надолго. Слава Богу, что не сказал Волкер на вечную. Второе, это верховенство права, навести порядок. И третье, это экономика. Люди устали. Пока Зеленский заявил, что поменяет местонахождение администрации президента, чтобы в Киеве было меньше пробок, обещал собрать журналистов и блогеров, чтобы формировать информационную повестку насчет прекращения войны на востоке страны. Но и Петр Порошенко прощаться не спешит. Я уйду из офиса, но хочу твердо заявить. Я не уйду из политики. Я остаюсь в политике, буду бороться за Украину и хочу отдельно объяснить, почему. Потому что наша команда должна бороться за то, чего мы добились в этих сложных условиях за эти пять лет. Судя по всему, Порошенко имеет в виду попытку парламентского реванша. Осенью выборы в Верховную Раду, однако о закате, и это самое мягкое выражение политической карьеры пока еще действующего главы государства, говорят все больше, в том числе на самой Украине. А он намекает, что возглавит сильную оппозицию. Я считаю, что он стал токсичным активом. Что если он возглавит какую-то, ну, собственно говоря, свою политическую силу, если она еще не разбежится совсем, то она, скорее всего, просто не преодолеет даже 5-процентный барьер. Не очень ясно, как можно быть лидером оппозиции, декларируя, по крайней мере, все то же самое. Зеленский говорит, что НАТО это классно, что Европейский Союз это замечательно. Единственное отличие, значит, один вор, а другой, значит, еще никак неизвестен, как бы, как крупный руководитель. Нынешние выборы и то, что было перед президентской кампанией, взаимный анти-пиар, стадионная патетика, даже на фоне крайне эмоциональной политической жизни Украины очень выделялась, но теперь настают будни, реальность которых война на Донбассе, шатающаяся экономика страны. И то, как будет справляться новый президент, покажет, насколько оправданный 73%. Это антирейтинг Порошенко или Украину ждет перезагрузка. Антон Подковенко, Вести.